Каждое утро по улице Кугония спешит на работу девушка. Она творческий работник, модельер и дизайнер. В студии Мрамзы Марухба очень уютно и стильно. Мы услышали, а позже и увидели, что она подготовила интересную спортивную коллекцию с элементами абхазского этно. Возникла эта идея после работы русского дизайнера в Сочи. А потом наш чемпионат по футболу и тот материал, который так или иначе я с чем сталкивалась, то есть с абхазским костюмом. Я хотела совместить современность, совместить наш этноэлемент с нашего костюма и плюс спорт. И вот текстиль у меня взяла неоплен. Получилась у меня осенне-зимняя коллекция. Она такая утепленная, двухсторонняя ткань с металлическими молниями и эко-кожей. Цветовую гамму я тоже подобрала именно с учетом нашего народного костюма. Я не хотела это делать пестрым и ярким, поскольку все-таки этот сдержанный цвет у нас как-то тоже характеризует. Вот этот элемент башлыка, элемент козырей, ну и собственно капюшон будет являться уже башлыком. Ну это очень тонко, очень легко подчеркивается. То есть вот, пожалуйста, элементы азиатсок, аймса, наколенников, наши вот допустим ремешки. Ну вот такого плана. А цветовая гамма, вот скажи мне, серо-черная, почему? Серо-черная, ну, во-первых, это сдержанный цвет. Это для спортивной одежды тоже очень удобная. И в нашем случае, в нашем костюме, мне кажется, все-таки нужно сдержать характер. И то, что я сделала строчку, это тоже идет элемент каучуга, ну, нашего военного, нашей военной темы, допустим. Каучуга. Да, 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 да. То есть вот тут еще с абхазским кроем идет черкесский. Я постаралась его тоже это имитировать. Вот, то есть вот эти фрагменты на рукавице, и здесь вот это уже выкройка черкесский. Ну, вот они уже такие... То есть все элементы, да, отсылают нас к абхазской этнической одежде, да? Да, обязательно. Но оно настолько тонко вынесено и настолько разработано через технологию пошива, что не сразу в чистом виде ты понимаешь, что я имею в виду. То есть мне приходится объяснять, что это вот элемент. В любом случае наш, но в современной одежде он уже друг друга не резонирует и дополняет одним словом. Вот даже на брючках я, собственно, их фиксирую. Вот они вот здесь, вот здесь тоже есть, вот видите, а здесь я не сделала, вот здесь я сделала. То есть они, каждая модель идет индивидуально. Тут у меня черно-белая, серая и на основе неоплена. Это спортивная ткань именно для зимы. То есть вот это все совместить, все эти знания и наш источник. Я попыталась, ну, как бы в одну, в один продукт это сделать. Этническим костюмом это назвать нельзя, но при этом колорит остается. И вот такие задачи, проглядывая, и на самом деле еще было сложно, что в этой коллекции женская часть разработана, да, и мужская. Это как бы немного технологически тоже в процессе пошива было тоже сложно, но я сугубо в течение двух лет кропотливо, потихонечку, своими силами. Меня поддержала еще моя сестра, которая тоже молодой дизайнер. Мы своими силами в две руки, как говорится, мы это все в течение двух небольшим летом это все отшивали. И вот на 25-летие приурочили, и впервые вот наши зрители, мой народ мог увидеть эту коллекцию. За рубеж выезжала? Пока нет. Пока нет, очень хочется, но это все, я думаю, что хочется это сделать, попытаюсь обязательно. То есть я не только хочу, чтобы это одевали наши люди, но я предполагаю, что может быть и сборная команда какого-то вида спорта, в принципе, на выезд, почему не выглядеть так стильно и все-таки папханских, с колоритом своим. Ну вот такая модель получилась. Она такая сдержанная, с элементами козырей. Азиация тоже, то есть коленище. А отстроченные карманы тоже кольчуга, вот имитация этого. Ну вот по спинке, я не стала уже делать акцентом башлык, я просто оставила капюшон в чистом виде, но он все равно, когда уже человек прикрывает его голову, то есть она уже и сдержанность, есть характер, и есть новизна, и при этом чувствуется колорит. Я надеюсь, то, что я чувствую, я смогла передать, и это будет видно. Ну а это, в принципе, во всех спортивных одеждах, это функциональная вещь для натяжения, есть такая обработка. Но я эту имитацию сохранила именно на бок, с тем условием, что у нас есть ремни абхазские, мужские, которые с такими язычками, то есть это тоже как-то маленький акцент. Ну вот точно все не передано, но я постаралась аккуратно подойти к нашим элементам. Я не считаю правильным в чистом виде это переносить. Нужно стилизованно, с намеком на то, что это является нашим. Но если это еще человек прочувствует, если это еще читается, то, значит, моя задача выполнена. Ну вот, как бы, вот такой эксперимент. Но мне самой было сложно, трудно, но я думаю, что это одна такая небольшая война и с победой, надеюсь. Все по-другому чувствуется. Это вроде бы чувствуется, что это спортивный костюм, но и чувствуется абхазский колорит. Я не знаю, что она сделала, но это чувствуется, даже когда я его одеваю. Очень комфортный, удобный костюм. Он подходит очень, эта одежда подходит очень для зимы. Она довольно теплая. И, в общем, мне очень нравится. Ну вот тут еще такой элемент. Вот смотрите, если вы визуально представляете черкеску нашу, то у нас черкеска обычно завернута вот тут на рукавах и идет рубаха. То есть этот элемент, как он внесен, но стилизован под спортивную одежду. То есть оно читается, но это настолько интуитивно человек должен прочувствовать, что, ну каждый раз, я, конечно, расскажу и объясню, но мне хотелось бы, чтобы человек это вот увидел. И то есть эти моменты очень аккуратно внесены в спортивную одежду. Нужно вносить в нашу современную одежду, чтобы оно для современного человека говорило, кто он. То есть по национальному значению кто. Период создания данной коллекции под названием «Айра» была одной из мрамзиных учениц. И когда она показала мне эскизы, я, естественно, согласилась поработать с ней с большим удовольствием. В процессе работы мы столкнулись со многими сложностями, потому что коллекция является по технике непростой, многоручной работы, поскольку в нее входят элементы, взятые с абхазского национального костюма. Работать с мрамзой всегда было интересно. Она человек, который любит свое дело и со всей ответственностью и душой относится к нему. В работе она очень требовательна и строга. В принципе, для создания качественной и грамотной коллекции это просто необходимо. Мрамза окончила гуманитарный промышленный техникум имени Кихирипа по специальности модельер-конструктор. Дипломную работу защитила по национальному костюму. Начала работать в Сухумском доме моды, ну а затем открыла собственную мастерскую по пошиву индивидуальной одежды. Я считаю себя одной из дизайнеров, которая хочет и работает на стилизованной одежде. То есть я в чистом виде этно-костюм не представляю в нашу современную жизнь, чтобы она была в быту, чтобы ходили в национальных костюмах. Это сценическая, театральная одежда. А что касается для современной сегодняшней жизни, мы все равно никогда уже не откажемся от удобной, практичной и по ткани, и по крою одежды. Это то есть останется уже с нами, с нашими современниками. Но мы можем, и я думаю, что у нас и получится это внести, то есть совмещая стиль одежды. Это может быть классическая одежда, это может повседневная одежда быть, это могут быть обычные наши классические рубашки, но внести наши пугвицы или внести крой. Ткань будет уже, конечно, не историческая, а уже более современная. Что происходит с моими элементами, то есть нашего костюма? Аккуратно подходя к ним, я через технологию обработки переношу эти элементы, чтобы интуитивно или прочитывали, что это, допустим, элемент козырей. То есть это функциональный такой кармашек. Но при этом он читается, сдержанно смотрится в цвете и легко одевается, он остается стильным. То есть у нас головин открывается так. А здесь у нас на спинке уже идет вот наш абхазский головной убор, который является здесь не сколько капюшоном, сколько как элементом дополнительного, как аксессуара, что ли, уже будет. И вот ручная работа нашего очуха, нашей кисточки, что сделано вручную. Необычный материал гипер. Гипер, который, да, это не классическая подборка башлыка. То есть тут стилистика и в ткани, и в обработке меняется, но акцент и характер одежды остается. То есть мистически, может быть, волшебно, как-то происходит, что мы остаемся современными, но мы остаемся абхазами. То есть это такая небольшая игра, но при этом она меня очень увлекает. Я хочу еще больше создавать. У меня есть эскизы и много набросковых идей. И теперь уже нужно просто работать, внести текстиль. И у нас есть свадебные платья традиционные, но я хотела бы это еще осовременить, одежду еще осовременить. И я чувствую, что это возможно. Просто надо это сделать, реализовать и отдать людям. Казалось бы, ну что нового можно придумать к образу традиционного башлыка. Однако наш модельер представляет его и в виде капюшона, накидки, шарфа, сумочки. Есть один башлык, который из коллекции. То есть на одном нашем материале вот один элемент головного убора. Он у меня разработан именно так. То есть тут идет молния металлическая, гипюр. Он, конечно, съемный, его можно на плече потом выложить, как угодно. Здесь на ушках уже идет такой кармашек. Вот он такой. Вот этот коллекционный башлык, как экспериментальный, но я понимаю, что это не предел. То есть башлык может быть из разных тканей. Он станет сразу современным, сразу становится актуальным. И плюс остается абхазским, то есть нашим народным, этническим элементом костюма. То есть вот он у меня, допустим, я весь его сделала горошкой. Вот он в горошек. Он становится сразу нежным, женственным и такой... Прикольный. Да, вот если вот его накрыть, пожалуйста. Он сразу играет, но при этом остается... Как-то вот сразу перевоплощение происходит. Есть текстиль, когда я беру, допустим, с принтом каким-нибудь. Я вот недавно сшила башлык, ткань была от Гуччи. То есть имитация в ткани была надписью Гуччи, Гуччи, Гуччи. Я эту ткань просто перекроила на башлык. И это было очень круто, стильно, и у меня его сразу приобрели. Вот это более такой летний, нежный, вот такой башлычок. Да, есть, конечно, более характерные, да. Это вот уже все равно восточное что-то проглядывается, читается, потому что текстиль уже диктует. Тут у каждого текстиля есть свой характер. И он тоже несет свой посыл. Он тоже начинает разговаривать. Но я его вот взяла и перенесла в Абхазию. Но при этом мы никуда не ушли. То есть я внесла арабов в абхазские рамки, так скажем. Я не знаю, они обидятся или нет, но вот как-то вот так. Мы настолько покаты культурно. У нас такой большой потенциал и источник. И самое интересное, что мы между культурами можем взаимодействовать и сотрудничать. Ну и смешивать стили. И мы, оказывается, друг другу абсолютно не мешаем. То есть мы... Когда это вмешательство между культурами, между стилями происходит, у нас образуется новый продукт, новый образ. Но при этом остается абхазским. Почему-то удивительно. Это действительно для меня какое-то волшебство. Но я понимаю, что я не буду прекращать это дело. Потому что чем больше я пытаюсь каждый элемент изучить, он мне приносит еще больше и больше вдохновения, чтобы работать дальше и смешивать так же стили. Вот ручная работа наших кисточек, которые мы вносим в башлык, в головной убор. У меня одно время... Я их вообще делать не умела. И мне сделал Батал Джобова замечание. Говорит, что наши кисточки нужно не покупать, а делать руками. Я учла, сказала спасибо, поблагодарила. И могу признаться и сказать честно, что не очень легко было найти мастера, который бы меня научил. У нас все немного... Как вам сказать? Чтоб не обидеть кого-то. Скупо не хотят передавать. Но так получилось, что Амра Шакая. Это вот она меня научила. Я кропотливо, сидя дома, вечерами после работы, начала плести. Вот это все вручную иголкой. Иголкой делается? Да, это иголочкой делается. И вот такие они разноплановые, разноразмерные. Тут уже в зависимости, куда ты их носишь. Есть мужской башлык, он более широк в крое. И женский. Я его тоже могу уже внести. И этот элемент, в принципе, вот эта вязка ручная, она может быть и в костюме. Она как отделку ее, вот эту нашу ручную работу уже можно внести в целую коллекцию. То есть вот этот маленький элемент, он многогранный и большая перспектива. То есть потенциала много. Просто надо его прочувствовать. Ну вот с учетом того, что пока я ее учила, пока пыталась и научилась все делать сама, и когда все я уже знаю, владею этим мастерством, мне хочется его использовать уже в костюме, в одежде. Не только в честном виде, как кисточка, но уже как, уже исходя от элемента плетения, можно уже. Коллекции Мрамзы Марухба видят и за рубежом. Так, в 2009 году она приняла участие в конкурсе молодых дизайнеров Ассамблея моды в Москве. Составила зимне-осеннюю коллекцию под названием Страна души в номинации Этностиль. В 2010 году она приняла участие в Международном фестивале молодых дизайнеров Бархатные сезоны в Сочи. Мрамза представила мужскую коллекцию под названием Абхазские мотивы. В том же году приняла участие в конкурсе молодых дизайнеров и стилистов Стиль Сочи, где представила коллекцию Весна-лето под названием Белый башлы. В 2011 году Мрамза приняла участие в Международном фестивале Льна, президентом которого явился заслуженный деятель искусств России Валентин Юдашкин. У нас же в Абхазии она в течение нескольких лет была организатором фестиваля Аберфен. Первая педагога это мама моя, которая научилась вязать и вышивать. дальше мне никто не мешал проявлять себя то есть изучать и поступила именно на дизайнера для того чтобы что-то как-то уметь делать для себя вначале потом что-то сделать и внести какой-то элемент в абхазском костюме но хотелось остаться хотя бы в нашей моде абхазской каким-нибудь ну не знаю ну какой-то частицы хотя бы если я смогу в нашем материале какой-то внести элемент сегодня шью практически у любой одежду из любой ткани я уже знаю каждую обработку уже намного смело могу сказать что я не боюсь потому что каждый текстиль и каждая обработкой каждая одежда еще каждая фигура индивидуально пошив по которым так или иначе помимо творческого своего процесса я сталкиваюсь с клиентами это тоже отдельная задача но вот я с годами с опытом с определенным и это каждый раз экзамен каждый раз я подхожу к клиенту с новой стороны потому что это все нужно индивидуально подходить порой мои наряды корректируют жизнь судьбу иногда мне это приятно если люди вспоминают о я была в твоем платье вот там-то там-то и мне тогда сказали столько комплиментов и я была там центре внимания то есть значит все мои вот эти знания и опыт и терпение усидчивость работаясь с тем материалом значит было не зря то есть такие отзывы тоже есть стиль который она воплощала в своих коллекциях он всегда отличался других дизайнеров и по любому выходу можно было понять что вот это костюм рамза маропа с мрамза мы делали несколько национальных нарядов для меня для моего сценического образа первое платье это насколько я помню платье из коллекции абхазский каприз очень знаменитый я бы сказала такое платье в абхазии но часто появлялась и в журналах и на телевидении я долго его хотела и когда вот предоставилась такая возможность купить я его сразу приобрела мое знакомство с мразой маропа произошло в тот момент когда меня вот первый раз пригласили на телевизионную съемку новогоднюю причем на абхазском телевидении и как бы песня была она ряда не было обратившись к мрамзе маропа она мне предложила несколько вариантов из своей коллекции и помнится мне мы с ней выбрали такой неординарный черно-белый костюм с шапочкой одним словом нам удалось произвести впечатление очень был яркий номер что немаловажно для первого выступления в эфире я и очень благодарна работать с мрамзой было безумно приятно я надеюсь что нас впереди еще будут творческие проекты потому что ее фантазии безгранична она подходит к делу очень обычным образом то есть интересовал не только фасон платья но ее еще интересовал репертуар моих песен какие они как они будут звучать и музыкальную можно сказать гармонию нас отворила мне два совершенно невероятных платья когда я впервые увидела работы дизайнером рамза марухба мне тоже захотелось пошить у нее платье так я обратилась к ним и познакомились и так мрамза создала мне три концертных наряда талантливый человек талантлив во всем как оказалось у мрамзы марухба есть еще одно увлечение изготовление брошек из бисера поэток стекляруса и бус она творит маленькие шедевры эту тему и эту работу и обработку тоже можно перенести в абхазский материал я попыталась вот здесь серьги сделать вот я конечно работаю с перьями в костюме в одежде но как аксессуар это что-то новое это просто интересно поработать и не для того что этим заниматься дальше это как дополнение к одежде как элемент ну это как аксессуары собственно то есть эстетика да одно другому не усит радость для одно другому не мешает вот такая барашка она вот отделана у меня вот ее в работала аккуратненько что у меня кто конечно есть которую приобретает но не все знают что я этим занимаюсь многие многие знают что я только шью кто-то только думать что абхазский костюм есть клиентура которая только счет и европейскую одежду а вот и потом я решила сделать свой танк рода марухба да да это наш фамильный танк я думаю что вот даже на этом материале можно разрабатывать и делать уже маленький бизнес в принципе все наши там где в ручной работе в одну конечно может быть не в таких не с такими материалами может и еще дополнительно как-то развивать и улучшать но как идея очень хорошая находка и мне кажется и это было бы здорово если было бы у многих я знаю на машинах есть кто-то делает на башлыках свой элемент но свадьбы тоже некоторые с с абхазским элементом до накрывают стол но так или иначе там салфеточки или что-либо а еще есть бисер почему бы нет все можно сделать чтобы говорила по абхазке это возможно нам показались очень интересными ее работы с джинсовой тканью и мы с удовольствием показываем их вам дорогие телезрители быть может и вам захочется применить его в своем интерьере что касается джинсового материала это очень многофункциональная и бездонная тема ну вот можете заметить ширму у меня мебель стулья пошли все началось именно создание ширмы не необходимо было рабочую зону переодевалочную создать ну вот эти полотна были сшиты собран материал потом их фрагментами собирала все эти три куска заказала каркас и все это вот собрала что касается стулья в это все винтажные стулья это старые советские наши стулья но они еще живые венские когда они живые они вот такие теплые после того как я их с ними поработала здесь у нас с узками отрезана лента губки или полоской отрезана губка отшита джинсом и переплетена вот таком шахматная я чуть-чуть конечно каркас чуть-чуть у меня кривой но тут уже мужские силы нужны но я где-то стараюсь по-своему вот а здесь вот акриловая краска тут она такая этническая получилась такая вот все вот ну тоже очень удобно и сперва белая краска наносится потом уже весь рисунок два два три дня он сушился у меня и такой яркий приятный здесь уже мне помогла супруга моего брата это ее работа но у нас такая волна попала пошла она сама у нас художник тоже и вот все пошло у нас вот так много чего можно сделать и действительно и вторая жизнь существует у вещей человек своими руками творит красоту творит потому что чувствует в этом необходимость а мы испытываем восхищение восторг когда в современном наряде угадываем элементы национального костюма что такое для красота ауэра человечность красота первую очередь если в каждой клиентке я чувствую это ее человечность я могу и дать то что ей нужно порой она не знает и не чувствует я но я так как вам сказать правильно иногда энергетически и мне нужно с ней поговорить обсудить не просто как работа а тут еще получается чисто психологически я вхожу в нее я начинаю изучать ее проблему я ее чувствую по-женски как нужно ее в тот момент выглядеть так как она хочет а у нее была мечта когда-то носить то-то и то или иное платье одно сегодня фигура не позволяет но я пытаюсь это как-то ну есть такие женские тонкости которые ну обычно говорят хорошие моделеры это мужчина ну я сегодня женщину все больше и больше стала изучаете понимаете она она для меня всегда открывается я не знаю и как и похвалить ее порой как ее успокоить как ее уговорить на новый образ и тут начинается и я пони если я стала понимать что у нас работа получается лишь лишь только тогда когда мы вместе друг друга слышим и тогда у нас результат я абхазка я носитель своей культуры я не могу иначе я воспитана в абхазской семье с абхазскими традициями я впитана танцами и песнями нашей культуры я не могу иначе а ну на лану во мне есть я если даже перед какими-то трудностями ну бывают переломные какие-то моменты от усталости или от непонимания я все равно не могу не делать это а ну вы она заставляет меня работать я это во мне есть и это видимо уже как судьба может быть